Первым делом, когда приехал в институт, мне провели замечательную, пускай не очень длинную, но замечательную экскурсию по аудиториям, по тем самым кухням, можно их так назвать, они как-то больше на кухне, чем на аудиторию, похожи. Меня, конечно, поразил и масштаб, профессионализм того, как все здесь организовано, но на самом деле я не могу сказать, что был очень удивлен, потому что до того, как я впервые сюда попал, я очень много слышал от коллег, от рестораторов, от шефов о том, что это действительно выдающийся институт для гастрономии, не только российской. Как сегодня на лекции, на самом деле, независимо от того, что сегодня были в основном первый курс, возможно, и хорошо, что у них пока еще нет, они еще не сталкивались напрямую с темой алкогольных напитков, менеджмента и так далее, но то, что я сегодня рассказывал, я думаю, что это для них как раз таки очень важно, потому что это определенный фундамент, это понимание того, с чем им предстоит столкнуться, с рынком, вообще с винным бизнесом, с этой сферой и как нужно выстраивать свою работу с вином и крепкими напитками в ресторане, поэтому я думаю, что очень кстати, что именно сейчас они послушали эту лекцию, этот мастер-класс. На сегодняшней встрече я проговорил, что если правильно выработанная концепция по работе с вином и крепкими напитками на предприятии питания, если она выработана правильно и профессионально, то качественная работа с эмели может приносить до 40 процентов выручки всего предприятия, то есть соответственно какая роль, но она наверное не ключевая, потому что в рестораны все-таки прежде всего люди конечно приходят для того, чтобы поесть и наверное ключевая роль здесь будет кухня, работы кухни, но вино это является частью такой общей энергострономической культуры, которая в нашей стране активно развивается и поэтому если говорить сухими цифрами, то роль это составляет до 40 процентов, но если говорить не цифрами, а более таким, таким общими словами, то конечно одна из ключевых ролей, потому что сэмеле это вообще человек, ну или человек, который мы называем его сэмеле, человек, который отвечает за подачу напитков в ресторане, будь то бармен, барменеджер, менеджер, ну то есть кто-то ответственный за это направление, а безусловно это человек, который отвечает за подачу всех напитков, то есть не только он должен разбираться в вине, он должен что-то понимать в чае, он должен что-то понимать в воде и конечно он Он должен следить за тем, в каком виде напитки, в том числе даже коктейли, очень часто попадают на стол нашим гостям. Поэтому одну из ключевых ролей, я думаю, что это будет правильный ответ, как мне кажется. Что бы хотелось пожелать? Действительно, самое, наверное, важное, помимо общих слов про здоровье, счастье и так далее, если мы сейчас говорим про студентов, студентов института гастрономии, чтобы они, ребята, учились не для диплома, не для родителей, не для бумажки, а учились для того, чтобы действительно стать профессионалами, чтобы понять, как это все устроено. Ресторанный бизнес – это вообще сложная штука. Я вообще удивляюсь, как ему можно учить, потому что это же такой живой организм, который живет жизнью, который практически неуправляемый, с одной стороны, но так было раньше. А с приходом, условно, и как с созданием института гастрономии, чем поможет, по большому счету, институт? И чем поможет такое фундаментальное гастрономическое образование, и оно даже гастрономическое? Прежде всего, тем, чтобы не сделать как можно меньше ошибок, когда нужно будет реализовывать проект. Здорово, когда ребята получают такое качественное образование в сфере гостеприимства.